И снова на экране 11 разгневанных мужчин и один умственно отсталый. Итак, 11 за виновен и один за овен. Что ж, обсуждаем дальше. Да, Ваша честь, мы считаем, что подсудимый овен. Господи, папа! Питер, у тебя ужасно пахнет изоота. Питер, по-моему, у тебя так называемое папино дыхание. Что ещё за папино дыхание? Ну, папино дыхание. Но я не чувствую. А теперь ясно, что случилось, когда я подошёл к новенькому на работе. Так, это продажи патакетского патриота по стране. Фу, пап, тут как будто труб гниёт. Опусти стекло. Не могу, Мэг. Не ровен час, я выпрыгну из окна. Сделать тебе искусственное дыхание, рот в нос. Лоис, давай сделаем то, что однажды пробовал делать Андерсон Купер, а потом решил, что это ненавидит. Питер... Приветик. Фу, хай. Вообще-то, Питер, я наконец созрела для секса с астронавтом из 50-х. Правда? Серьёзно? Ладно, поехали. Отлично. Я записала тебя к стоматологу, и ты пойдёшь как миленький. Господи, нет бы тебе просто не замечать. Ты упрямая, как четырёхчасовой стояк. Ну, она давно ушла, и ты тоже свободен. Ну нет, я у тебя буду ещё три с половиной часа, приятель. Не нравится? Иди к доктору, а я никуда не уйду. Но тебе нельзя оставаться. Я дочку веду на ужин к девочкам-скаутам через 45 минут. Ну, придави меня резинкой трусов и постарайся не описать рубашку. О, боже. Так, по-моему, я нашёл виновника. У вас под десну забилась креветка. Ого, наверное, давно там лежит. Я их заказывал в быстрее креветка пару недель назад. Добро пожаловать к отцу-основателю. Привет, малыш. А знаешь, это карта сокровищ, причём настоящая. Что ж, ладно, поиски сокровищ не для всех. Сокровища? О, да. Ходит легенда, что основатель Коахога Мэлс Мушкетт по прозвищу Болтун во время войны за независимость спрятал своё состояние, страшась, что его заберут британские солдаты. Но смерть помешала ему забрать сокровища. Осталась только эта карта. И многие верят, что клад до сих пор находится здесь, в Род-Айленде. Ладно, я про диареюсь и вернусь принять у вас заказ. Кто со мной на поиске клада? Что? Ты о чём? Эта детская подложка поведала мне о том, что недалеко от шоссе закопан клад. Кто со мной? Брось, Питер. Что ещё за бред? Да, мы сыты твоими глупыми идеями. У меня не бывает глупых идей. Вы что, не видели мою документалку? Каждый год окружающая среда охватывает более 40% земли. Каждое животное на земле откладывает яйца. Ну что я надеялся? Наверное, я какой-то идиот. Что это? Я моя Лойс! Это Клак! Боже мой! Питер, ты был прав! О нет, какой-то пацан тоже воспользовался картой. Клак. Встань в квадрат, смотри на круг, и увидишь меня вдруг. Интересно. 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 Так, если клад и правда существуют, никому нельзя о нём рассказывать. Само собой, мы не дураки, Брайан. Ой, смотрите! Папа в телике! Здравствуйте, с вами Том Такер. Рядом со мной местный кладоискатель Питер Гриффин, нашедший подсказку о том, где спрятан клад. Да, Том. И очень надеюсь, что на титре под моим именем не написано «Местный толстяк». Может, ещё что знаешь, пока мы не начали искать? Стоп, стоп, стоп! Это наш клад! Ни с кем делиться не будем! Питер, брось! Ты серьёзно? Вот мы бы с Джо тебя позвали, если бы это нашли! Да, мы же как горошины в стручке! Не встрювай. Он там встрючит. О, прелестно! Это мне нравится! Это тебе как кошёлка? О, нет! Закладываю эту площадь в память о своём сыне, Тиме Мушкете. Погодите! Я играла Джейн Мушкет в школьном спектакле последние три уикенда. Спасибо, что пришли. Я не мог. Был за... У меня было полно собачьих дел. Я люблю проводить выходные со своими детей. Я узнала, что Тиме Мушкет похоронен на кладбище Острова Блок. Если кто и найдёт сокровище, то это мы с тобой, Брайан. В каком смысле? Да брось! Или думаешь, Толстяк разгадает следующие подсказки? Он идиот! Вообще-то ты прав. Да, ведь именно он посадил лысых карликов в инкубаторы, думая, что они новорождённые. Ух ты какой! Родился рано, но ничего, выходим. Я старший вице-президент инвестиционной фирмы. Ой, кто-то любит покричать. Мы должны сами найти этот класс. В смысле? Папа с нами не поделится, если его найдёт. Он всё промотает. Может, ты и права. В прошлый раз он всё спустил на мизинчиковые хольца для всей семьи с бриллиантом. Что? Ну, нам пора в путь. Остров Блок отсюда не видно. А, ну да, мы его давно пролетели. Что? А как же сокровище? Ты есть настоящее сокровище. Будешь, Викодин? Принимать медикаменты на такой высоте опасно. Вот именно. Ты сдурел? Я бессмертный! С таким отпадным чуваком я ещё не летал. Что ты тычишь в меня сосками? Извини, это от холода. Но почему их три? Их не три, два из них родинки. Всё равно что-то не складывается. Восемь слов. Трипл фан, ТГ канал, новости о мультфильмах. Подписывайся. Чёрт, Лоис, они уже здесь. Это всё из-за тебя. Что? Это ещё почему? Тебе же надо было остановиться и купить мороженого. И ты заказывала так, будто о еде впервые слышишь. Кофейный шоколадный завиток в стаканчиках с ореховым маслом. Интересно, из чего оно? Ты перечислила все ингредиенты. Что перечислила, из того он и состоит. Мы первые пришли. Нет, это мой клад. Я нашёл первую подсказку, а вы на хвост прицепились. А, может, спеть песенку землекопа? Крошка Питер Гриффин, гробик вырывает, лопатку приподнял, и бам по голове. Не задумывался, чем она кончается. Ого, сокровища в гробу! Давай их заберём, Мэг! Клад мой! Трис, Мэг, едем домой. Ну и отлично! Ты меня только задерживала. Эй, ты, азиатка, будешь новой Лоис? Мне одну ложку мятно-шоколадного мороженого в вафельном рожке. Вы практичный и прямолинейный народ. Эх, вы сволочи, это мой! О, боже, гляньте на них! Лоис была права. Погоня за сокровищами превратила их в животных. Когда ты ушла, я кое-что понял. Сокровища не самое главное. Самое главное, деньги, на которые его можно обменять. Прости, что я так обращался с тобой и с детьми. Ты меня прощаешь? Крис меня простил. Вот погоди, только ляг спать. В могиле была подсказка. Вот, я сфоткал на телефон. Ой, нет, следующая. Перелесни на следующую. Заметила. Тогда, возможно, мы ищем бар, где он распивал спиртное и кричал. Погоди-ка, бар должен быть старым, так? Устрица – старейший бар в городе. Наверное, там и стресса на сокровище. Ладно, на штукатурсе едем в пьяную устрицу. О, нет, закрыто. Эй, у меня идея. Скажи, что веришь. Хорошо, я верю. Это хуже, чем когда мы были в устрице прямо сейчас. Да! Нашли? Мы нашли сокровище! А знаешь что, Питер? Может, ты его откроешь? О, да. Да-да-да. Нет, ладно, я открою сам. Поздравляем с победой в конкурсе на лучшего кладоискателя ресторана Отца Основателя. Ваш приз – одно бесплатное блюдо в ресторанах Отца Основателя, участвующих в акции. Действительно, до 16 мая 2006 года. Чёрт! Ээээ, это поршивее, чем когда я был в стрип-клубе без Лоис. Ура! В среднем каждый американец тратит 50 тысяч часов своей жизни на ожидании креветок. Узнав об этом, я подумал, почему бы просто не поторопить курьер? Что мы и сделали. Быстрей, креветка. Ну же, ну же! Неужели это креветки? Ой, правда! Что это? Продолжение следует...